Всем привет, ребята! С вами VJDream, и мы продолжаем катать с вами Fallout Shelter, довольно классную игрулю, реально классную игрулю, которая уже успела завоевать себе большущую аудиторию и очень классную популярность. Вот оно, наше убежище. Так, пока я отсутствовал, ребята, здесь смотрю... Ой, смотрите, сколько детей! Если мы покликаем на каждую из этих девочек, у нас появятся дети, ё-моё, и мы наконец-таки сможем пополнить наше население в убежище. Также я отправлял в пустошь ребят, всех троих ребят, и они вернулись. И смотрите, принесли нам денежки, давайте соберём. Также принесли нам костюмы, смотрите, 196 крышек и костюмчик. Соберём, причём сам он тоже в костюме, это очень круто. А этот парнишек 233 крышки, этот самый, как его, господи, обрез, и костюм взял с собой, просто супер, реально. И у нас пополнение, новая девушка. Девушку зовут Джейн Пейдж. Хорошо, Джейн Пейдж, давай тебя направим, положим я понятия не имею, куда мы тебя направим. Давай вот сюда. Погоди, тут у тебя С2, а один... Давай на С2. В принципе, почему бы и нет. Просто супер. Вот потихонечку, смотрите, сколько крышек, 1652 крышки без доната. Потихонечку начинаем развиваться. Также мы с вами можем построить теперь новую вещь. А именно, мы с вами можем построить медпункт. Теперь мы сможем производить стимпаки. Так они, по-моему, и назывались, да, в оригинале стимпаки. Давайте, собственно говоря, сразу построим, потому что, почему бы, собственно, и нет. А, погоди. Отменно нам надо начать сделать лифт, поскольку надо опуститься на этаж ниже. Я просто его хочу расширить на тройку по полной. Чтобы открыть следующие этажи, разбейте камни, мешающие лифту. Ну, пока что не нужно. Вроде как, один этаж, во всяком случае, мы открыли, а больше одного этажа нам пока не надо. Станем делать его в левую сторону и постепенно идти дальше, дальше и дальше. Так, давайте, собственно говоря, сейчас поражаем детей. Как бы это странно ни звучало, но как есть, так и говорю. Погодите, давайте вначале проверим. Так, оружие у него есть. Ты, парнишка, иди сюда. А ты иди сюда. У тебя оружие вроде тоже есть. Да, дробовик. И у тебя есть... Классный лазерный пулемет. Отлично. Давайте выдадим костюмчик одному жителю, и за это получим еще ланчпак. Бронированный костюм на П. Погоди, П. П нам нужно вот здесь, насколько я помню. П здесь надо, да? Давай тебе бронированный костюм на П. Отлично. И нам, по идее, дадут за это ланчбокс. Отлично. Теперь у нас с вами два ланчбокса. Это очень круто. И давай мы тебе дадим обреса. А то эта винтовка, она вообще 0.1. Это, честно говоря, даже не серьезно. Я вообще не знаю, что с этим делать. Она фактически не бьет. Так. Хорошо. Приступим к рождению детей. Анжела Вуд. Прям как трава. Йоколы Мане. Давайте назовем ее... Пер... А, тут нельзя по-русски писать, да? А, можно первая. Первая. Так. Девочка. Прям оригинальная, ребята, правда? Но это самая первая, которая у нас родилась. Поэтому назовем ее как есть. Первая девочка. Построив лабораторию, вы сможете производить антирадин, который снижает уровень облучения жителей. Шикарно мы сегодня с вами начали. Прям, знаете, сразу. Прям сходу. Если предыдущая серия у нас шла довольно однообразно, то в эту серию мы уже более-менее даже что-то делаем. Мы уже расширяемся. Посмотрите, прям класс. И лабораторию построили. И это построили. Я не знаю, как долго у нас станут расти дети. Вот наша маленькая первая девочка. Смотрите, прикольно, правда? Когда-то она вырастет и сможет занять свое место в какой-то из этих комнат. В принципе, у нас уже как раз появилось две новые комнаты. И, братиш, давай ты, в принципе, почему ты здесь бегаешь? Погоди, или мы тут уже все заполнили? Сколько? А, 6 из 6. Заполнили, да? Бесплатная переноска. Вот переноска, чтобы вы могли создать свою коллекцию пиццонтов. Откройте ее и поздоровайте со своим меховым другом. Бесплатно это меня устраивает. Спасибо, ребята. Нам дали с вами переноску, прикиньте. Еще один ребенок. Рэнди Вуд. Да, не все, кстати говоря, Вуд. Потому что наш быкосименитель старался. И всех девчонок в этом убежище оплодотворил по полной. Давайте его назовем VJDream. VJDream BDO. Почему бы и нет, в конце концов, раз уж мы с вами в Black Desert играем. Ну, не все, конечно, но многие, кто на моем канале, знают, что такое Black Desert. Так, VJDream Black Desert. Хорошо. Давайте хоть посмотрим на нашего VJDream Black Desert. Почему я седой? Наверное, потому что... Смотрите, как классно идет такой, блин. Еще и джинсы такие моднявые. Ну, прям супер. А седой, наверное, потому что много в хорроры играю. Чревата, ребят. Чревата игра в хорроры вот такими вот последствиями. Но когда-нибудь они вырастут, так что нормалек. Давайте улучшим генератор, потому что у нас реально не хватает электроэнергии. Оп, уже хватает. Блин, даже теперь не знаю, стоит ли его улучшать или нет. Пока, наверное, не станем. Раз уж хватает, значит, пускай хватает. Джулия Вуд. Черненькая девочка у нас. Давайте ее назовем... Ну, я даже не знаю, как ее, честно говоря, назвать. Джуманджо мы ее назовем. Я не знаю, капс локом, но пофиг. Джуманджо Вуд, пускай так. Вот у нас маленькая Джуманджо. Так, у нас, по-моему, где-то еще. И у нас много девчонок. Я прям всех там оплодотворял. В смысле, не я. Я как-то странно прозвучал, я там всех оплодотворял. Не я, а наш быкосеменитель. Так что... Специально. Теперь они все дружненько рождаются. И у нас теперь дохера население. Это очень в тему. Ты у нас Анвуд. Давайте назовем тебя тоже черненькая. Между прочим, у нас, знаете, такие черные преобладают у нас в нашем убежище. Они подрастут, и у нас появится еще больше людей, которые смогут реально работать. Это круто. Давай мы тебя назовем VJ-прототип. Правда, черненькая, но да ладно. Пускай так. Во. Ты у нас... Покажись, покажись, покажись. У тебя какая миленькая получилась девчонка, VJ-прототип YouTube. Так, хорошо. И... Давай, наверное, этого оставим, Брюс Вуд, как есть, потому что мы тут утухнем давать каждому из них имена. У кого какие есть пожелания, то можете писать, например, в комментариях и назовем как-то... Ну, на рандомного подписчика, например, именем или что-то в этом роде. Рандомного комментатора положим. Может, кому-то эта идея понравится, почему бы и нет. Посмотрите, сколько у нас в убежище стало детей. Прям реально детский садик такой, прикиньте. То есть, прям родились резко и дофига народу. Управлять мы ими, по идее, не можем, да? Мы можем только посмотреть. Ходят они у нас абсолютно сами и рандомно. И пока что работать они нигде не могут. Но ничего страшного. В принципе, нам пока и так хватает рабочих рук. Опа, пожар. Ну, у нас тут четыре человека, и они вообще в легкую все потушат без каких-либо проблем. Так что париться об этом даже не стоит. У нас еще 729, уже 731 крышечка, и у нас всего хватает. И я все-таки предлагаю, наверное, улучшить. Давайте улучшим. Да, минус 500 крышечек, но зато теперь у нас электроэнергия станет производиться лучше, поскольку у нас с ней небольшая беда. Ее вечно не хватает. У нас количество комнат увеличилось, и энергии стало еще больше требоваться. Так, интеллект, интеллект. Давай одну пошлем вот сюда девчонку, одну сюда. По одной, конечно, но тем не менее, хотя бы таким макаром они станут что-то здесь производить. Это лучше, чем абсолютно ничего здесь не делать. С одной стороны, я могу послать еще девчонок для того, чтобы они забеременели, для того, чтобы у нас тут что-то происходило. И в следующей серии еще родились ребята. Кстати говоря, у нас некоторые облучшены. Смотрите, вот эта красная штука, это радиация. Вот у него тоже радиация. Нам для этого надо антирадин изготавливать. Тогда мы сможем их вылечить, поскольку жизнь у них не поднимается выше определенной отметки из-за этого красного показателя. Так что давай, девочка, производи антирадин. Через 17 минут одну штуку получу. Надо обязательно расширять все эти вещи и больше людей сюда ставить, так как это крайне полезная вещица на самом-то деле. Интеллект 1. Ты вообще сюда не подходишь. Давай тогда тебя сюда пошлем. А, у тебя костюмчик с пэшечкой. Ты тут пригодишься. У тебя интеллект... Главное здесь 0, а здесь 2. Давай тогда тебя сюда пошлем. Уровень. Через 8 минут один появится. Какой-то странный звук я только что слышал. Это, ребята, мы только что с вами наблюдали тайного незнакомца. Есть такая штука, как тайный незнакомец. Он появляется абсолютно рандомно. И при его нахождении, как вы видели, вы получаете крыжечки. Насколько я знаю, каждый раз вы получаете все больше и больше крыжечек. И это очень в тему. Теперь у нас 745 крыжек. А это нам сейчас очень и очень нужно. Особенно учитывая то, что мы с вами в начале нашего пути в плане строительства убежища. И все у нас в нем получается очень даже неплохо. Меня, в принципе, вполне себе радует. Так, хорошо. Давайте откроем кабинет смотрителя. И тогда мы сможем с вами... О, и, кстати говоря, мы сразу еще и радио можем с вами открыть, и оружейную мастерскую. Ну, нифига. Красава. Если мы построим с вами кабинет смотрителя, мы сможем с вами отправляться в пустошь на задание. Но пока, наверное, я этого делать не стану, поскольку нам надо еще развить наше убежище. У нас очень мало людей с оружием нормальным. И если нападут рейдеры, либо какие-то раканы, это полная жопа давить их вручную, поскольку они снимают все-таки довольно много жизни ребятам без брони и без оружия. Сейчас, на данный момент, у нас есть ребята, у которых есть оружие. Они защищают наше убежище. Это очень меня радует. Так, с электроэнергией у нас, кстати говоря, все еще довольно-таки муторно и довольно-таки проблематично. Это меня нифига не радует. Давайте построим этот пункт один вот сюда, чтобы стимпаков у нас стало побольше. Сейчас у нас через сколько-то времени подрастут наши детишки, и это позволит нам больше людей расставлять в комнаты. Давайте построим... Так, на кладовую, блин, нам денег, увы, их не хватает. Что ж, ладно, кладовую пока что мы с вами не построим, хотя я хотел бы ее расширить, но, с другой стороны, у нас, в принципе, и так хватает места. Я не знаю, зачем в нее назначать людей, поскольку, в принципе, она и так работает, вроде бы. Хотя я не уверен до конца. Ну что, потихонечку, постепенно наше убежище расширяется. В предыдущей серии у нас появились и новые комнаты, и гораздо больше людей, и очень-очень-очень много детей. Все у нас, вроде бы, стоят там, где нужно. Давайте проверим на всякий случай. У него много лака из-за костюма, который на нем одет. Так, ребенок, лаборатория у нас И, но у него, к сожалению, не так уж и много интеллекта, но у нас пока нету ребят с интеллектом. Е у нас пока никуда не надо, насколько я помню, это эндуренс. А так-то, вроде бы, все стоят там, где нужно. П, П, станция обработки воды, все правильно. П, ребенок, но он еще пока маленький. У него, кстати, П-шка большая, я уже знаю, куда я его направлю в будущем. У него П-шка большая, благодаря этому костюмчику, это неплохо. С, энергоустановка С, нормально. Все ребята у нас вроде бы стоят правильно, что меня очень даже радует. Антир один у нас пока не появился, или, наверное, уже один появился, давайте проверим. Нет, пока, к сожалению, ни одного не появилось. Через минутку у нас появится... А, нет, это не через минутку, через 22 минуты у нас появится 3 стимпака, которые смогут хилить в случае надобности. Например, мы сможем пойти куда-то, ну, из убежища нашего выйти и взять с собой хилки, что очень полезно. Естественно, поскольку хилки никто не отменял. Особенно вне убежища. Хотя, вон, мои ребята бегали 2 часа и, в принципе, не умерли, к счастью. Но я вовремя их отозвал, поскольку один парниша там уже... Вот он, как видите... Хотя, вот смотрите, он дошёл, кстати говоря, у него стало больше жизни. Когда я его отправлял, у него уже половина жизни, ну, все в радиации. Сейчас он сюда дошёл и, вроде бы, даже чувствует себя более-менее неплохо. Давайте что-то дадим этой девочке. У нас есть костюм лак плюс 3. Давайте дадим, почему бы и нет. В конце концов, хотя бы приоденем хоть как-то наших ребят в убежище. У этого парнишки всё, кстати, с настроением стало нормально. После того, как ему дали костюмчик и нормальную пушку, у него прям вторая жизнь началась. В предыдущей серии он абсолютно всю серию грустил практически. Вне серии он тоже грустил. Да, я вне серии тоже мальца поиграл, поскольку в эту игру невозможно не играть вне серии. Иначе серии получится очень однообразными, так как здесь всё завязано на времени. Приходится долго ждать, пока что-то произойдёт, пока кто-то куда-то дойдёт, уйдёт и прочее. Поэтому я вне серии тоже мальца побегал. Не то чтобы долго, всего пару часиков, но тем не менее. Это помогло эту серию начать с большего развития, чем все предыдущие. Хотя их всего две, в принципе. Мы только начали, так что удивляться особо не приходится. Так, еды, воды у нас хватает, с энергией у нас, блин, всё ещё проблемки. Надо порашить этих ребят после того, как пройдёт одна минута. Нет, погоди, ты сиди здесь, всё в порядке. Надо бы ещё, кстати, радиорубку построить для того, чтобы приманивать большего количества людей. Так как постоянно делать детей это, конечно, хорошо, но всё же. Надо бы ещё, чтобы они просто так прибегали. Время от времени они и сами прибегают, даже без радиорубки. Но с радиорубкой это происходит быстрее. И нам ещё потребуется парнишка, у которого харизма развита хорошо для того, чтобы в радиорубке сидел и призывал людей. Так, а радиорубка у нас открыта, да? По идее, в принципе, мы можем, наверное, её построить. Но, наверное, у нас на неё нет денег. А стоит она, блин, 600. А блин, 600 у нас нету. Ну ладно. Стимпаки, 19 минут. 2 минуты, 1 антир-1. Мы вылечим этого парнишку сразу им. В принципе, почему бы и нет. Здесь у нас... Кстати говоря, по-моему, радиация только у него одного и осталась. Поэтому, наверное, на него мы её и потратим. Это опять какой-то странный звук. Что, опять появился где-то тайный незнакомец? Но я вроде бы его не вижу. А я реально слушал, знаете, такой странный-странный звук. Такой таинственный. Вроде как тайный незнакомец. Но вроде как не вижу его. Появляется он, кстати говоря, совсем на чуть-чуть. Если у вас очень большое убежище, то его реально тяжело найти. Так, ну что. Ждём, пока наши ребята-детишки подрастут. У нас 328 крыжек. Давайте, кстати говоря, сделаем раш. Отлично! Успех! У нас и крышечки прибавились, и с энергией у нас теперь полный порядок. Я думаю, надо бы копить на радиовышку, поскольку... Хотя я бы вот это расширил. Один антир один в несколько минут, это, конечно, хорошо, но долго, блин. Здесь хотя бы три стимпака, хотя тоже за 18 минут. Но если мы поставим сюда ещё людей, то это время уменьшится. Но у нас пока детишки не подросли, и это меня печалит. Если бы они... Я не знаю, сколько они станут расти, но когда они подрастут, поставим их туда, и станет побыстрее и наши стимпаки копиться. Здесь у нас максимум людей, два из двух. Чтобы поставить ещё больше, надо расширить. Но пока что берём на вооружение радиорубку. Радиорубка нам сейчас пригодится. Эх, вам не хватает крышек. Жалко, жалко, жалко. Кабинет смотрителя нам тоже нужен, но он стоит штукарь. Его, ребят, оставим на потом. Так, ну что, давайте, наверное, пока наши ребята ходят, откроем с вами один ланчбокс. Почему бы, в принципе, этого и не сделать. Начнём с этого. Опа. Вода 50. Ну, не то, чтобы нам прям так нужно, но хотя бы тоже неплохо. О, ух ты, агилити. Это, между прочим, для того, чтобы на кухню поставить нам ребят. Плюс 4. Я считаю, что это очень даже неплохо. Форма официантки. Это, правда, может пригодиться. Хлам, лопата. Я понятия не имею, на кой фиг это надо, но, по идее, что-то производить. Я не уверен, что это прям какая-то нужная вещь, но всё же. И ещё одна карта. А, нет, не одна. 100 крышечек, это хорошо. 500 крышечек, это вообще замечательно. Так, пока хватит. 973 крышечки у нас есть. Так, у тебя агилити... Такое у тебя агилити довольно большое. У тебя в антирадиционном костюме на кухне сидит. Это с чего вы еду готовите, ребята? Оп, у нас с вами первый антирадин появился. Давайте вылечим нашего парнишку Альберт Томпсон. Он у нас доставал ресурсы в пустоши и заслужил антирадин, чтобы мы его вылечили. Так, давайте этой девочке дадим костюмчик на агилити для того, чтобы она могла лучше здесь работать и производить еду более качественную и быстрее, чем она это делает сейчас. Всего у нас вроде хватает еды, хватает. Показатель энергии у нас стал получше, поскольку мы улучшили с вами наш генератор. Теперь следующее улучшение стоит 1500. И, кстати, нам хватает на радиорубку. На радиорубку, я думаю, наверное, поставим вот сюда. В принципе, здесь мы сможем ее улучшить до трех, по идее, по-моему, да? Я на это надеюсь, что вроде как до трех. Нормально. И в радиорубку надо поставить какого-то харизматичного парня, но у нас, блин, к сожалению, таковых так-то и нет. Ка у нас у всех развито довольно дерьмово. А Брюс Вуд у него Ка, ну, более-менее, хотя он больше готовить любит. Но он еще ребенок. Так что 2 часа 47 минут. Я так понимаю, это до его взросления 2 часа 47 минут осталось, да? 2 часа 46 минут, 2 часа 47 минут. Да, походу, это до их взросления. Через 3 часа реального времени они у нас станут полноценными. Но не людьми, а именно взрослыми, которых мы сможем поставить работать куда-либо. Что нам сейчас реально необходимо. Так, но для начала нам все-таки потребуется кого-то выделить. Кого-то одного, у кого есть хотя бы хоть какая-то харизма. Блин, ну у тебя эска, ты хорошо работаешь в энергоустановке. У тебя дохрена эски, так что ты там очень даже нужен. У тебя совсем нет харизмы. Ты ребенок. Вот, блин, это не так уж и просто. Особо-то ни у кого и харизмы-то нету. Так ты? У меня какие-то очень не харизматичные ребята. Лаборатория. Вот у тебя есть харизма. Томми Хэрис. Ты где у нас, девочка моя? Вот, собственно говоря, тебя и направим вот сюда. Да, блин. Что у нас такое произошло? Давай, иди сюда. Радиорубка привлекает новых жителей из пустоши. Да, ребята, это я знаю. И, надеюсь, это сработает. Теперь они станут к нам приходить чаще, чем просто так. Просто так они тоже приходят, но это происходит рандомно и крайне редко. А так они, по идее, станут приходить чаще. Повышает шанс привлечения нового жителя. 1500 стоит, блин. Очень-очень-очень уж как-то это дорого все стоит. Кстати говоря, сюда можно поставить два человека, но для начала хотя бы поставим одного, уже не так плохо. Так, она у нас вполне себя счастлива, и это замечательно. Это меня дико радует. У нас, по счастью, все просто супер вообще. Всем все нравится, все-всем довольны. Собрать 200 энергии. Так. Что у нас еще здесь хорошенького? Надо бы кого-то сюда поставить, потому что у нас парниша остался один, а антир один у нас стал готовиться довольно медленно. Но здесь у нас стоит три человека, здесь у нас стоит четыре человека, здесь у нас стоит... Три человека и незнакомец, которого я увидел реально абсолютно случайно. Нифига себе, как удачно-то, е-мое. Правда, удачно. Так, хорошо. У нас появилось еще 509 крышек, и за эти 509 крышек мы сможем с вами расширить лабораторию до конца. Но надо ли? Вот в чем вопрос. Наверное, пока нет. Наверное, пока не надо. В принципе, у нас просто нет людей даже. У нас они поставят три стимпака, и у нас, кстати говоря, уже все еще ноль стимпаков. Да, ёкала, манэ? Хрен его знает. Нет, может, и надо расширить лабораторию. Через три часа у нас вырастут дети, появятся руки для того, чтобы поставить их в эту же лабораторию, по сути. Может, это и не такая плохая мысль. Слушай, парниш, давай... А, нет, нет, не давай. Давай я тебя пошлю в пустошь через 12 минут. У нас появится три стимпака, я дам ему три стимпака и пошлю его в пустошь на поиски крышечек и всяких там вещей. А других ребят с оружием я, скорее всего, оставлю, потому что предыдущий раз, когда я всех ребят с оружием посылал в пустошь, тараканы чуть не загубили мне все убежище, потому что это просто жесть. Они появлялись очень много и часто, к сожалению, сами по себе рандомно, и ребята без оружия с кулаками очень фигово с ними справлялись. И также прибегали рейдеры, рейдеров мы еле-еле отбили, но с кулаками это жопа. Они бегали по всем нашим комнатам, и я посылал людей по всем комнатам, дабы отбесить их сраных рейдеров. Но получилось, но проблематично. Поэтому я понял, что всех ребят с оружием убирать ни в коем случае нельзя. Но одного, в принципе, этого парнишка убрать можно. Так, у нас пока нет питомцев, но у нас есть, ну, этот самый контейнер для питомцев, из которого мы можем что-то вытащить. Нам его подарили бесплатно. Так. Все, потихонечку клепаем. Оп. Еда. В принципе, можно сделать раж, наверное, я думаю, 31%. Давай попробуем. Отлично. И крышечек добавилось. 774 крышечки у нас с вами есть. Денежки стали ползти как-то получше. Это меня дико радует. И надо бы реально побольше людей приманивать к нам. Так. Медпункт. Лаборатория. Давайте, наверное, лабораторию расширим. Хотя у нас там всего один человек, и смысл ее расширять, если поставить в нее некого. Интеллект Д2. Блин, слушайте, я не знаю, если я ее заберу оттуда, это не станет очень плохо. Так. У тебя интеллект довольно высокий. У тебя... У тебя... У тебя... У тебя С-очка развит, а у тебя интеллект развит. Давай, наверное, мы тебя заберем отсюда. У тебя как раз-таки здесь станет стоять лучше. У тебя и на троечку. Это очень даже в тему. М-м-м... Так. Оружейная мастерская. Отправляйте жителей сюда, чтобы создавать оружие. Кстати говоря, это тоже, блин, очень кайфово звучит. Нам так-то очень не помешает оружие, поскольку у нас его реально мало. Так. Через 36 секунд сделаем раш воды. Раш это лучше всего после того, как они сами принесут нам воду, и после этого мы делаем раш. Я это понял, поскольку, в принципе, это логично. Так как у нас, когда делаешь раш, время начинает отсчитываться заново. Я, может, и не прав, но вроде бы это так. Так. 13 секундочек осталось. 12, 11, 10, 9. Еще чуть-чуть, и мы сможем с вами поднять крыжечек для того, чтобы построить оружейную мастерскую и отправить туда людей производить оружие. Это полезно в данных условиях. Выживание. Так. 29% вы должны справиться, ребята. Отлично. В принципе, если бы они не справились, ничего такого страшного. У нас тут два парня с оружием. Это, конечно, не самое крутое оружие 6-7, но у этого парниша Гаусс пушка 16-17. Это уже неплохо. 803 крыжечки у нас с тем временем. И оружейная мастерская. Поставим ее... Не забудьте разбить камень, прежде чем строить на его месте комнату. Нет, я и не хотел строить на его месте комнату. Я хотел построить ее вот здесь. Вот оружейная мастерская. Да, я понимаю. Почему я не могу построить ее здесь? Почему мне все время говорят, разбейте камень здесь? Вот здесь я хочу построить оружейную мастерскую, но здесь же нет никакого камня. В чем проблема? Что ты прицепился к камню? Почему я здесь смог построить радиорубку, но не могу построить здесь мастерскую? Я не хочу тратить деньги на разбивание камней. Вот же ж я коломоне. Не знаю, что он прицепился к этому камню, но по какой-то причине он хочет, чтобы мы его разбили. Но это стоит, зараза, дорого. И я так не хотел этим сейчас заниматься. Да, ладно. Уваях, но у нас просто нет выбора. Нам его, блин, не дали по какой-то причине. Он прям хотел, чтобы мы разбили этот камень и все тут. Ладно, разбили мы этот камень. Уваях, к сожалению, теперь у нас нет денег. Так, комната с тренажером, спортзал, 28 жителей надо на оружейную комнату, а у нас оружейная мастерская. Интересно, в чем разница? Оружейная комната что нам дает? Тогда странно, но ладно. Классная комната, мастерская костюмов, зал фитнеса. В принципе, здесь от жителей все зависит, и мы сможем сами все производить, что нам нужно. Даже не отправляя кого-то в пустошь. И это, в принципе, очень хорошо. Семь минут осталось до трех стимпаков. Блин, как долго все это у нас происходит. Кого бы нам еще сюда послать? У кого у нас тут есть интеллект? У тебя пэшечка хорошо развита, сиди здесь. У тебя тайный незнакомец где-то, ребята. Где ты? Вот, блин, а я его не вижу. По-моему, он исчез, да? Блин, прикиньте. Он, походу, исчез, и я его не заметил. Даже в таком маленьком убежище не всегда его замечаешь сразу. А если у людей, вот я видел огромное-огромное убежище, ну, кто играет уже очень давно в эту игру, а еще к тому же донатит, у них очень большое убежище, там вообще нереально заметить тайного незнакомца. Так, это наша девчонка, она здесь стоит так в уголочке, сныкалась, блин, прямо на тайного незнакомца, похоже. Ой, е-мое, я шуганулся. В наушниках сижу, наверное, довольно громко сделано, и... Ха, наш парнишка разбил этого таракана вообще в легкую. Реально, когда они все это делают руками, без оружия, это пипец, как долго происходит. Этих тараканов они еле-еле разбивают, это так муторно. Все-таки так это происходит гораздо быстрее, когда у ребят есть оружие. Но, в принципе, логично. Что я хотел? Я хотел послать кого-то на помощь. На помощь к нашим ребятам, делающим стимпаки. У тебя и... Хоть у кого-то здесь интеллект сильно развит. А в пустоши спортом занимаются? Ну, относительно. Бегом там точно занимаются, а насчет спорта не знаю. Но бегом определенно занимаются. Так, ну давай тебя сюда пошлем, поскольку нам просто нужно хотя бы кого-то послать сюда. Чтобы как-то убыстрить время производства стимпаков. И я мог отправить этого парнишка в пустошь на поиски всякого хорошего. Всегда лучше, когда один парень хотя бы... Ну, не важно, парень не парень, но когда хоть кто-то в пустоши ищет всякие припасы. Это полезно. Я бы, наверное, даже расширивал лабораторию, в принципе, для того, чтобы стимпаков производить побольше. Ну, ладно, нам пока хватит и этих трех. Все-таки нам нужно еще накопить крышечки для оружейной мастерской. Надо 800. Если бы нам не сказали разбить камни, мы бы уже купили эту мастерскую. Ну, увы и ах. Так, уровень, уровень. Но потихонечку, в принципе, крышечки копятся. И наше убежище уже приобретает из себя более нормальное убежище. Уже не состоящее из трех маленьких блоков. А уже может производить и еду, и воду, и энергию, и хилки, и антирадин. И привлекает людей. Пусть, конечно, пока еще не прям так ядрёно, знаете, там дохрена производит и прям дохрена людей привлекает. Но это лучше, чем ничего. И для начала, для старта, для игры всего лишь в пару часов. В принципе, не так уж и плохо. Так, через сколько у нас тут станет готово? Через две минутки у нас станет готово. Три стимпака, и ты, парнишка, отправишься снова в пустошь. Тебе там в предыдущий раз не так уж и плохо все пофартило. Что тебе дает костюм? П.А.Л. Ну, я бы на самом деле, наверное, этот костюм ему не давал. Поскольку костюм с лаком у нас, мне кажется, в пустоши зарешает лучше. Как снять с тебя костюм, братиш? Я не умею этого делать, на самом деле. Я бы, наверное, дал ему костюмчик с удачей. Подожди, правда, я не умею снимать костюмы. Как снимать костюмы? Так, погоди. Тут еда. Надо научиться потом снимать костюмы, потому что я реально не знаю, как с него снять костюм. Как вот этот костюм, например, отдать нашему парнишу, который сейчас пойдет в пустошь, для того, чтобы... Насколько я знаю, лак, он влияет... Ну, удача, собственно говоря, она влияет на нахождение предметов в пустоши. Хотя я могу ошибаться. Хотя, с другой стороны, зачем я должен посылать этого парня, если я могу, наверное, прослать этого парня? Ну, да, тоже логично. Раз уж я пока не умею снимать вещи с них, то... Почему бы... Ой, нет, не то, не то, не то. Возьми свою гаусс-пушку обратно. А, во, погоди, костюм-убежище. Вот так вот, походу, это делается, да? Да, походу, это делается именно таким макаром. Тебе тогда дадим это, как раз это поднимает П на один, а ты как раз находишься в месте, где П очень даже нужно. А ты у нас в таком костюмчике и с таким крутым пулеметом почешешь в пустошь через одну минуту и двадцать секунд. И через какое-то там время, через два часа тридцать пять минут, у нас и дети подрастут. Так что они смогут работать, как я это уже говорил. Ты у нас тут работаешь потихонечку. Радиостанция два часа тридцать минут. Нифига себе, это через два часа тридцать минуты только человека призовешь нам? Да, такая себе работа, я бы сказал. Но мы, конечно, можем за полторы тысячи это ускорить, но пока я этого делать не стану. Наши жители, тем не менее, по уровню-то подрастают. Уже десятый уровень, так-то. Уже шестой вон, десятый, 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 десятый. Неплохо, вполне себе неплохо. Очень много детей, но они тоже подрастут. Так, вода. И еще немножечко крыжечек. Замечательно. Я хочу, чтобы появился еще раз тайный незнакомец, и я его нашел на этот раз. И получил с него крыжечки. Первый раз он, кстати говоря, нам дал больше крыжек, чем во второй, самое забавное. А я думал, что каждый раз количество крыжек увеличивается, но походу оно каждый раз рандомное. Походу так. Так, что у нас тут? Одна минута, двадцать девять секунд. О, сейчас энергию получим. Два, один. И получаем энергию. Отлично. Повышаем уровень. Восьмой. Замечательно. И, тем не менее, уже семьсот семнадцать крыжек из стимпаки у нас появились. Давай, братиш. Вот тебе раз, два, три все наши стимпаки, которые у меня есть. И антирадина у нас почему-то нет. А, один. Есть. Все. Отлично. И чеши на разведку. Дал я ему костюмчик для удачи, чтобы он лучше находил предметы. Дал я ему три хилки. И я слышу тайного незнакомца и вижу его. Отлично. Шестьдесят одна крыжечка. Хорошо. Замечательно. Дал тебе хилки. Дал тебе антирадин, который у меня есть всего один. И дал тебе стимпаки. Преведущий раз ты бегал без всего. Здесь светлее, чем мне казалось. Братиш, ты сюда уже бегал. И, предыдущий раз, он у меня бегал вообще без хилок и без всего. И достал больше, чем все остальные. На этот раз он бегает с хилками и с антирадином. Он должен достать ей еще больше, чем в предыдущий раз. В маленьком убежище есть свои плюсы. Этот тайный незнакомец, его гораздо проще найти, когда убежище маленькое. Так, блин, на мастерскую нам не хватает буквально чуть-чуть. Совершенно чуть-чуть. В принципе, сейчас, надеюсь, нам этого хватит. Сейчас мы, наверное, сделаем рашить столовую. Хотя нет, блин, нет смысла никакого рашить столовую, поскольку у нас все показатели в норме. Разве что можно порашить ее только для денег. Так, вообще так странно звучит слово порашить. Ну, порашим в столовую. Хорошо звучит. Пришли, порашили в столовую, попорашили в ней и ушли. Нормально. Ну, давайте, ладно, рашнем ее один разок. Отлично. И нам все равно... А, нет, хватает. Отлично, отлично, отлично. Так, все, 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 все. Давайте оружейную мастерскую. Нет места для строительства, чтобы продолжить разбитие мешающих. Да какой тебе нафиг камень-то разбить? Почему нет места? Ну, я не могу понять, что тебе не нравится. Почему он пишет, что нет места для строительства? Ну, давайте разобьем еще один камень. Господи, ну что за бред? Я считаю, что место на самом деле до жопы. Не дают нам никаким магаром построить нашу оружейную мастерскую, чтобы мы наконец могли производить оружие. Благо у нас тут парниши есть с оружием. Так что давай дадим тебе это ружье. У нас пока не так уж и много выбора, так что дадим хотя бы то, что есть. Но у нас у этого парня есть дробовик, у этого парня есть гаусс-пушка и у этого парня есть двухстволка. Так что, в принципе, все не так уж и плохо. Так, если тараканы или какие-то рейдеры прибегут, у нас есть чем от них отбиться. Я надеюсь, что сейчас когтей смерти не добежит. Я надеюсь, что сейчас станут бегать только обычные нубские рейдеры, от которых можно отбиться тем, что у нас есть. Потому что от когтей смерти так просто уже не отобьешься. Это жопа. Так, 20 минут одного человека отсюда мы забрали, но он пошел в пустошь. И это полезно. Пошел заниматься полезными делами. Давайте почитаем. Начиная экспедицию в пустошь, нужно было за собой хлебные крошки рассыпать. Найдено существо уродливый мелкий кротокрыс. Всего один кротокрыс, ему не жить. Кротокрыс мертвый, он получил 225 опыта. Он даже выйти толком не успел и уже получил 225 опыта. Я все еще иду, да, парниша? Только две минуты прошло, так что тебе еще идти долго. Я думаю, что я тебя, наверное, там оставлю пока что. И бегай ты себе, и получай кайф от пустоши. И главное, приноси нам побольше припасов. Это нам очень-очень и очень пригодится. Так, что мы имеем? Давайте-ка посмотрим. Наша девочка 2 часа 25 минут станет приманивать нам людей. 2 часа 30 минут станут расти дети. Видите, игра реально требует именно время, поэтому еще и без записи я в нее поигрываю. Но самые интересные и кайфовые моменты я все-таки стараюсь записывать, оставлять для записи. Так, давайте выберем одного быка-осеменителя и отведем его с нашими девчонками. Давай, например, выберем тебя и выберем тебя. Ты у нас уже рожала, но, в принципе, давай еще разок. Почему бы и нет? Просто здесь 2 человека останется, здесь 2 человека останется. Если отсюда забрать, то один останется. Если отсюда, то тоже один. Это нехорошо. Пускай девочка забеременеет, нам сейчас очень даже необходимы люди. А дети подрастают. На эту штуку я особо бы не надеялся, поскольку 2 часа каждый раз ждать для приманки людей. Это, конечно, лучше, чем ничего. И они еще и рандомно станут приходить, но и беременность девчонок тоже не помешает для большего количества ребят. 22 из 28. Скоро нам придется строить жилую комнату, чтобы у нас помечалось еще людей. Насколько я знаю, если у вас нет жилых комнат, и они кончились, то даже когда беременная девушка, она не сможет родить, пока вы не построите комнату. Она так и станет ходить беременной. Звучит странно, но это правда так. Я не знаю, как она там затыкает, но каким-то макаром это работает. Что у нас там у парничка, который путешествовать пошел? Военная форма. О, нифигово. Он уже нашел один полезный предмет. Круто, е-мое. Вот это вот я понимаю. Он у нас кайфово ищет. И у него костюмчик с удачей. Так что он еще кайфовее ищет, чем раньше. Замечательно. У парнишки все хорошо, 86%. Я помню, в предыдущий раз он реально там 25%. Он такой грустнячий-грустнячий сидел. Из-за этого даже вот эти 95% упали на 91%. Сейчас у парня все замечательно. Обрез получил, шмотку получил, пешечка поднялась. Работать он здесь стал лучше. Понимать воду он стал лучше. Станция обработки воды. Одев костюмчик, он сразу стал понимать лучше, как очищать воду. Ну, положим, хорошо. Так, давайте, наверное, сделаем раш, потому что нам нужны деньги. 41%, но ничего страшного, если зафейлиться. Отлично. Не зафейлилось, это замечательно. Ничего страшного, если бы зафейлилось, потому что у нас есть парнишка с оружием. И, ребята, прикиньте, рейдеры. Рейдеры, блин, рейдеры. Обалденно. Давайте всех, ребят, с оружием пошлем повыше. Вроде как у нас еще кто-то там есть с оружием, но там оружие такое, знаете, лаловское. Это винтовка-то, которая шариками стреляет. Пневматиковая, пневматическая винтовка. Так. Ну, у нас есть, ребята, с оружием. Так что на этот раз против рейдеров мы справимся с вами легко. Это не первые рейдеры, которые атакуют мое убежище, но это первые рейдеры, которые попали на запись. Вне записи один раз они уже прибегали и очень нехило мне вредили, поскольку мы били их кулаками. А сейчас вообще без проблем абсолютно убиваем, ребят, просто без каких-либо проблем. Давайте соберем, потому что продавать нам сейчас не в тему. У нас костюмов так-то нету. Да, с рейдеров можно брать вещи, можно брать костюмы, и за них дают крышки. Я думаю, вы заметили, так что это очень даже в тему, что они на нас напали. Мы с вами и крышечки получили, и костюмчик получили. Отлично, великолепно. Я этому очень-очень доволен. А, ребята флиртуют, им абсолютно по барабану на все происходящее. Причем тут дети ходят как бы, но в принципе пофигу. Все равно же, в игре ща они растут гораздо быстрее, чем вне его. Так, тайный незнакомец, 69 крышек плюс. И, блин, я надеюсь, что сейчас мы сможем построить оружейную мастерскую. Пожалуйста. А, то есть она строится только здесь? Но здесь у нас лаборатория. Вот же ж ее коломонель. Я как бы не хочу, я дальше ее стану продолжать. Поэтому мне не в тему. Давайте туда построим лифт, построим ниже. Как бы вариантов нету. Эх, и теперь у нас снова 667 крышек, и нам снова не хватает на постройку. Это пипец какой-то. Прямо против того, чтобы мы построили, ну вообще. Давайте посмотрим, где там наш парнишка. Он нашел уже 25 крышек, помимо того, что он нашел шмотку. Классный парень. Погоди, а что там у тебя? Ты не использовал, надеюсь, еще ни одной хилки, да? Красавчик. И 50 крышечек мы получаем с вами за какое-то задание. Кстати, какие там задания у нас есть? Продать оружие или костюм. Получить уровень в пустоше. И это я вчера делал, но сегодня пока еще нет. Ну, надеюсь, наш парнишка, который в пустоше, он получит там уровень. Разобраться с шестью происшествиями. Это без проблем. Они сами по себе происходят. Хотя можно, конечно, рашить, и они почаще станут происходить. Но я не хочу. Когда неудачно рашишь, то у тебя падают показатели энергии, там, воды, еды и так далее. Это не очень в тему сейчас мне. Так, давайте подкупим еще мальца крышек для того, чтобы построить таки нашу оружейку, которую, блин, надо построить. Так. Ну что, я, наверное, предлагаю на этом, ребята, данную серию закончить. Идет она уже, в принципе, не так уж и мало. И наш парнишка бегает в пустоше. Но оружейку мы скоро накопим. Убежище у нас уже приобретает нормальный вид. Сейчас на нас еще и рейдеры напали в этой серии. Так что серия получилась вполне себе насыщенная. Надеюсь, вам, ребята, эта игра тоже нравится и понравился ролик. Если это так, то делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте. Всем, ребята, удачи. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok